Мы живем в мире, где половина жителей планеты называют себя христианами. Абсолютно все конфессии доказывают, что именно их динаминация является самой истинной церковью Божьей. В этом видео я докажу вам на основании Библии, что почти все христианские конфессии по факту не являются христианами и более того, не имеют морального права носить звание христианин. Для начала определим, что значит слово христианин. Христианин это последователь учения Иисуса Христа. Слово последователь означает тот, кто идет по следам Христа или тот, кто поступает точно так, как поступал сам Христос. Библия называет христиан святыми людьми, которые удостоятся быть в Царстве Божьем. Так кто же может быть святым? И каким он должен быть согласно Писанию? Здесь стойкость святых есть, соблюдающие заповеди Бога и веру Иисуса. Дословно с греческого прочитал, так как синодальный перевод в очередной раз исказил смысл этого текста. Итак, святые это те люди, которые, первое, соблюдают заповеди Бога, второе, имеют веру Иисуса. Не в Иисуса, как написано в синодальном переводе, а веру Иисуса, то есть точно такую же веру, которую имел сам Иисус. А теперь обращаюсь прямо к каждому человеку, который меня сейчас видит и слышит, именно каждому, кто называет себя христианином. Ответьте только честно. Вы исполняете заповеди Бога? Не две заповеди Иисуса, которые Он сказал юноше, а заповеди Божьи, о чем говорится в Откровении 14 глава 12 текст. А это всем известные 10 заповедей, которые Бог с собственным перстом написал на камне. Сегодня почти все конфессии в один голос твердят, закон Божий нам не нужен, потому что мы живем под благодатью. Все эти конфессии данным заявлением прямо заявляют, что они не являются святыми, о которых говорится в Откровении 14.12. Ведь они не исполняют заповеди Божьи. То как же к ним может относиться данный текст? Соблюдал ли Иисус заповеди Божьи? Безусловно, соблюдал. Фарисеи не имели ни одной зацепки против Иисуса Христа, в чем его можно было бы уличить в нарушении закона Божьего. Кроме исцеления в субботу и срывания колосков в субботу, у них вообще не было никаких компроматов на Иисуса Христа. И то, в Торе написано, что делать добро в субботу нужно. Чем Христос и обличил фарисеев, процитировав им строки из Торы об овца, упавший в яму. Даже сам Христос сказал, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. А вы, христиане, последователи Иисуса Христа, идущие по следам вашего Учителя, поступая во всем, как поступал ваш Учитель Иисус, Вы исполняете закон Божий, так как Он исполнял? Нет? Закон вам не нужен? Иисусу закон был нужен, а вам не нужен? Так какие же вы последователи Иисуса Христа, если вы не идете по следам вашего Учителя? Так как же вы можете называться христианами, если вы поступаете вопреки тому, как поступал Иисус Христос? Вспомним кратко, о чем гласят хотя бы первые несколько заповедей. Первая заповедь. Я Господь Бог Твой, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Иудеи верили в одного Бога. Иисус учил молиться учеников одному Богу, и сам так молился часто. Но сегодня последователи Иисуса Христа, называемые себя христианами, имеют трех богов. Часто слышал я такие молитвы, которые оканчивались следующими словами. Все это мы просим во имя Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Аминь. А теперь ответьте. Христос учил вас молиться во имя трех богов? Нет? Так какие же вы христиане или последователи Учителя своего, если вы делаете все наоборот? Учитель ваш имел одного бога, к которому он молился. А вы имеете трех богов, называя три в одном и один в трех. Что это за бог такой у вас? О таком Боге Иисус не проповедовал. А вы проповедуете? Заповедь номер два. Да не будет у тебя изображения, которое предназначается для поклонения ему. Долго говорить не буду. Посмотрите на православную церковь. На иконы. Люди целуют их, падают на колени перед ними, ползают под ними. Я их не осуждаю. Это их выбор и их вера. Имеют право на это. Но они не имеют права называться христианами. Как вы можете называться последователями Иисуса Христа, если вы делаете то, чего учитель ваш не делал никогда в своей жизни? Иисус целовал картинки. Иисус поклонялся перед иконой. Иисус целовал мощи мертвых людей. Иисус молился к умершим святым. И после всего этого вы хотите сказать, что вы являетесь настоящими христианами, последователями Иисуса Христа, а еще обзывают протестантов, сектантами и мракобесами. Я еще раз говорю, я не имею ничего против православия. Можете делать все, что хотите. Это ваше право. И никто не имеет права осуждать вас за это. Но пожалуйста, не называйтесь христианами. Ваша религия не имеет ничего общего с христианством. Христиане поступают именно так, как поступал сам Иисус Христос. Третья заповедь гласит. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Эта заповедь касается абсолютно каждого человека. Поэтому не будем останавливаться на этой заповеди. Четвертая заповедь гласит. Помни день субботний, чтобы святить его. Скажите, Иисус соблюдал субботу? Да. Иначе его бы побили камнями за нарушение субботы. Но этого не произошло. Ученики Иисуса Христа соблюдали субботу? Да, они соблюдали. И даже еще ходили до 70-го года в храм на поклонение по субботам. Но сегодня последователи Иисуса Христа не соблюдают субботу. Я не понимаю, как вы можете называться христианами, если у вас нет ничего общего с жизнью и поступками Иисуса Христа? Христос сделал одно, а вы говорите, нам это не надо делать, то, что делал наш учитель Иисус Христос. И при этом вы говорите, мы ученики Иисуса Христа, мы последователи Иисуса Христа, мы христиане. Какие вы христиане? Не христиане вы. Есть люди, которые и поклоняются одному Богу, и не молятся перед иконами, и не произносят имени Господа Бога напрасно, и соблюдают субботу. Казалось бы, этот человек все соблюдает. Благочестивый, святой человек. Но если он любви к ближнему не имеет, то может ли этот человек называться христианином? Нет, не может. Если вы исполняете все, что написано в Библии, вы понимаете все доктрины, вы знаете значение пророчеств в книге Даниила и Откровения. Даже если вы ходячая библейская энциклопедия, и вы знаете абсолютно все. Но если вы не любите хотя бы одного ближнего своего, тогда грош цена всему вышеперечисленному. Если вы не любите ближнего своего, вы уже не можете быть христианином. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющие веру Иисуса Христа. Иметь веру Иисуса, значит верить так, как верил Иисус, молиться так, как молился Иисус, соблюдать закон Божий так, как соблюдал Иисус, любить ближних своих так, как любил Иисус Христос. Если ты хотя бы в одном не похож на Иисуса Христа, если ты не делаешь то, что делал Иисус, ты не можешь быть его последователем. Ты не имеешь морального права называться христианином. Если вы спросите меня, Александр, а считаешь ли ты себя настоящим христианином? На этот вопрос я вам отвечу так. Я стремлюсь быть им. Это очень непросто. Я очень часто задаю этот вопрос Иисусу Христу. Иисус, считаешь ли ты меня настоящим христианином? Вот что самое главное, не как я считаю, а как считает сам Иисус. Будьте настоящими христианинами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok